Добрый день, дорогие зрители! Сегодня на православном портале Эксигет мы с вами продолжаем вспоминать историю о том, откуда же берутся некоторые привычные нам выражения, слова. И вот в прошлый раз мы с вами начали беседу о том, откуда пошло вот такое распространенное выражение, как козел отпущения, что за история, что за реальность стоит, за этим выражением, о котором мы зачастую совершенно не задумываемся. Вот мы с вами побеседовали о непосредственной связи этого выражения с теми реалиями, в которых оно родилось и возникло, библейскими. Но, как мы говорили, на этом не закончилась история самого места. Козла с него, может быть, уже больше и не сбрасывали, но сама история горы Джебель, Мунтар, как она стала называться в современное время, и горы Цок или Сок или Цук, ну там разное звучание, иногда встречается и название ее как горы Азазеля. Вот история этой горы, как мы уже говорили, и в новой заветной церкви она довольно любопытна и заслуживает того, чтобы ее вспомнить и о ней рассказать. Надо сказать, что действительно гора эта, она самая высокая во всех окрестностях, почти там двух тысяч метров над уровнем моря возвышается, местность там действительно очень такая страшная, вся изрытая какими-то пропастями, безлюдная, очень такая дикая, обрыльстая. Ну, в общем, идеальное место для того, чтобы там поселились монахи, что, в общем-то, и произошло, когда ушли в прошлое все ритуальные и прочие особенности существования ветхозаветной церкви и ветхозаветной истории. Ритуал этот, естественно, после того, как храм был разрушен Титом и Испасианом в 70-м году более уже никогда не возобновлялся, в современном праздновании Йом-Кипур евреи заменяют козла курицей или петухом. Есть даже такой народный хасидский какой-то обычай, когда этим бедным петухом размахивают, крутят над головой, затем тоже, так сказать, режутся, кровью окропляют, там какие-то там бывают тоже ритуальные принадлежности, но это уже, так сказать, история современного нового нео, можно сказать, иудаизма, который почему-то считают продолжением ветхозаветной истории. Нет, ветхозаветная история была продолжена в Новом Завете. То, что являлось лишь символами и образами, в Новом Завете получила свое новое духание, получила свое подлинное значение, было открыто от своего прежней такого вот, от той завесы, которая прежде этот подлинный истинный смысл скрывала. Итак, в новые заветные времена эти дикие и неприступные горы, скалы сделались жилищем монахов. В пустыне Мертвого моря находили свой приют, свое пристанище, подвижники, палестины, такие как преподобный Ефимий Великий и его ученики. Ефимий Великий имел в качестве такой традиции каждый Великий пост странствовать по пустыне. Он или один или со своими ближайшими учениками уходил вот в эту дикую пустыню вокруг Мертвого моря и совершал там странствование в течение всего Великого поста. Понятно, что это предполагало такой особенно строгий образ жизни. Мы можем спросить, чем же он там питался в это время, как и другие иноки, что же они там ели. Но вот такая интересная черта из этой ранней монашеской жизни. Банахи, которые имели своим пристанищем пустыню, странствовали по ней обычно с небольшой лопаткой, привязанной к их поясу. Они при помощи этой лопатки находили растение, которое по-гречески называлось мелагра. Сейчас не совсем понятно, что это такое черный корень. Они его выкапывали и вот корневище этого растения обладало таким свойством, что оно накапливало очень большое количество жидкости и могло одновременно служить для монахов и утолению голода и утолению жажды. Вот этой самой мелагри таинственной этим растением монахи и питались в продолжении всего Великого Поста. А некоторые пустынники, которые назывались воски, они всю жизнь проводили вот в таком подвиге, странствуя по пустыне, не имея нигде постоянного пристанища и питаясь вот этими коренями, травами, ну и периодически находя, может быть, источники воды, где можно было уже попить эту воду в таком свежем ее виде. Но в окрестностях вот этой вот горы Сук источников было не особо много, хотя у ее недалеко сравнительно от ее вершины до сих пор виден один такой древний колодец, из которого и по сию пору бедуины поят свой скот и сами набирают воду для того, чтобы использовать ее в своей жизни для утоления жажды, приготовления какой-то там своей еды и напитков. И в частности вот эта гора, она была связана с именем преподобного Ефимия Великого и благоверной императрицы Евдокии. У этой императрицы Евдокии была такая, ну можно сказать, просто авантюрная история ее жизни, изобивающая всевозможными такими неожиданными совершенно поворотами, ну хотя бы в двух словах расскажем эту историю. Дело в том, что сама Евдокия, она по рождению была язычницей, звали ее Афинодором, отец ее был преподавателем эллинской риторики и философии в Афинах, и Афинодором была его единственной дочерью, у нее были несколько старших братьев, при этом она отличалась выдающейся просто красотой и при этом получила великолепное образование от своего отца Риттера, который обучил ее философии, и вообще это была женщина с широчайшим кругозором, с прекрасными познаниями, ну то есть энциклопедически образованная для своего времени. Умирая, ее отец Риттер сказал ей такие слова, он все свое имущество разделил между ее братьями в наследство, а ей не оставил ничего, он сказал, а с тебя хватит от той красоты, которую ты от меня унаследовала. Ну, родитель был, похоже, человек скромный и понимал, что с красотой и умом ее дочка, которую она от него унаследовала, ее дочка точно пробьется в этой жизни. Ну, на самом деле, так и произошло. Примерно в это самое время императрица Пульхерия задумала женить своего брата, который формально являлся правителем Азантийской империи, уже вроде бы пришел возраст, в историю он известен как Феодосий Юнейший или Феодосий Младший, и настало время выбрать ему жену. Пульхерия объявила смотр невест. Пятьсот самых распрекрасных красавиц со всей империи должны были собраться в Константинополе для того, чтобы из них была выбрана одна идеальная, полностью отвечающая чаяниям Пульхерии, как жена, будущая жена ее младшего брата и соправителя. И вот когда в Константинополе явилась Афинадора, она настолько, так сказать, просто затмила своим блеском всех остальных претенденток, что, в общем, никаких сматрин даже практически и не состоялось. Пульхерия настолько была очарованной Афинадорой, ее умом, ее красотой, что выбрала уже ее в качестве супруги для своего младшего брата. Единственным условием, единственной, так сказать, загвоздкой на пути к этому было лишь то, что Афинадора являлась язычницей, но она, впрочем, вполне охотно выразила желание принять православие и сделалась таким образом Евдокии. Но, к сожалению, это был один из тех случаев, когда слишком умная жена является непосильным бременем и обузой для своего, к сожалению, может быть, не столь уж далекого мужа. И Феодосии, в общем-то, которому эта жена прекрасная во всех отношениях была навязана его старшей сестрой, спустя некоторое время их такого счастливого брачного союза начал испытывать всевозможные подозрения. Уж слишком его благоверная была умна, слишком образована, слишком любила общаться с такими же образованными людьми, привечать их в своих покоях, и это не давало императору Феодосию покоя. Он всячески начал свою жену подозревать, за ней следить, устанавливать какую-то такую слежку, и, в общем, только искал случай, чтобы спустя какое-то время этого брака, в котором родилось несколько детей, все-таки избавиться от своей слишком умной женой в пользу, может, не такой умной, но более молодой и послушной. Поводом для падения Евдокии послужил, ну, такой совершенно курьезный, на самом деле, случай. В Афригии некий поселянин обнаружил яблоко огромного размера. О Балматинском опорте тогда никто еще не слышал, да его на свете и не существовало, как практически, к сожалению, уже не существует и теперь. Но вот это яблоко с голову практически человеческую, с голову ребенка, явилось такой просто великой диковиной, которую непременно надо было отнести в Константинополь, во дворец императора и преподнести ему такой удивительный дар. Ну, соответственно, чтобы получить почет и, в общем, конечно, вес яблока в золоте. Тоже такая надежда, которая питала собой удачливого садовода. Император весьма поделился тому, какие в его империи произрастают яблоки, очень порадовался таким успехом на поприще сельского хозяйства и решил поделиться этой диковиной со своей супругой, велел это яблоко отправить ей. А императрица без всякой задней мысли возьми да подари это яблоко своему евнуху-павлину, весьма образованному молодому человеку, с которым она тоже находила утешение в каких-то беседах на философские темы. Это вызвало страшный совершенно скандал. Император вдруг озаботился судьбой яблока, которое он отправил императрице. Императрица начала было говорить, что она, дескать, его съела, потом вынуждена была признаться, что отдала павлину. В этом был усмотрен какой-то страшный совершенно ков и злобный умысел. Павлин, а с ним еще один совершенно невинный человек были подвергнуты казни. Императрица попала в тяжелую опалу и была отправлена в Иерусалим. И вот в Иерусалиме она провела остальные дни своей жизни. Надо сказать, что Иерусалим это было величайшим просто приобретением. Поскольку, ну, хоть она была и в опале, здесь в Иерусалиме, но она же все-таки была императрица. Поэтому за время своего там пребывания императрица, во-первых, обнесла Иерусалим новой, крепкой, намного более обширной, чем прежней стеной. Остатки этой стены иногда до сих пор можно кое-где видеть. Она намного больше по площади опоясового пространства, чем нынешний старый город. И вот эта Евдокийная стена, ну, кое-где ее такие вот сохранившиеся фундаменты, обломки еще торчат, уже довольно далеко от старого города. И в то же время она на самом деле действительно успела стать такой ревностной христианкой, поддерживала много монастырей, храмов, но, к сожалению, успела подпасть под влияние монофизитской ереси. И ее первая часть пребывания в Иерусалиме ознаменовалась тем, что она всячески покровительствовала и поддерживала вот тех, кто исповедовал христианство в этом искаженном, догматически искаженном виде. Но через какое-то время у Евдокии начались очень большие неприятности. Одна ее дочь попала в плен к пиратам, другую оставил ее муж, и, в общем-то, на нее такие обрушились какие-то бедствия, она стала искать их причины. И многие люди благонамеренные указывали ей на то, что ее связи с монофизитами как раз-таки являются причиной того, что Господь не благоволит к ней, к ее делам, к ее жизни. Ну, Евдокия, для того, чтобы окончательно утвердиться в этом своем сомнении, решила встретиться с преподобным Ефимием Великим. Но преподобный Ефимий в то время, как вольная птица, бродил по пустыне, и встретиться с ним было не так-то уж легко. Но через одного диакона, который служил таким связующим звеном, ей удалось договориться с великим отшельником и таким отцом палестинского монашества для беседы, утверждения ее в вере. И местом была выбрана как раз-таки та самая вершина горы Цук или Цок, или Азазель, как ее называли в ветхозаветные времена. Ну, и поскольку императрица не могла просто так вот в пустыне встретиться с пустынником, она же все-таки была императрицей, нужно это было все обставить как-то так по-серьезному, не ставить же там какой-нибудь шатер бедуинский. Поэтому к этой встрече на вершине горы была построена специальная башня. И вот именно в этой башне Евдокия и встретилась с преподобным Ефимем, который дал ей очень такое строгое, но в то же время отечески любящее наставление, убедил ее порвать всякие связи с монофизитами, способствовать тому, чтобы все те, с кем она общалась, вернулись в православие и самой безукоризненно святое православие соблюдать верность ему. Евдокия была так впечатлена, так потрясена этой встречей, беседой с преподобным Ефимем, что действительно всю свою последующую жизнь оставалась верна его Святому Завету, скончалась в исповедании православия и даже была Константинопольской церкви причислена к лику местночтимых константинопольских святых. А башня в память о встрече Евдокии с великим Ефимем продолжала выситься на вершине горы, которая с тех пор, видимо, стала называться сейчас ее арабское такое имя Джибель Аль-Мунтар. Мунтар это как раз таки может означать строжевая башня, то есть и сама по себе гора является прекрасным точкой обзора на всю округу, ну а башня, конечно, вообще сделала ее таким идеальным наблюдательным пунктом. На этом не закончилась история, связанная с монашеской жизнью на вот этой вот горе, с которой когда-то сбрасывали козла и которая теперь ну получила совершенно новое значение в православной христианской монашеской истории Святой Земли. Это та самая гора уединенная, на которой очень любил в молитве искать ответа на свои затруднения преподобный Савва Освященный, другой великий отец палестинского монашества, ученик Ефимия Великого. И вот когда пришло время ему определяться с его собственным подвигом, он пришел на эту же гору Джибель-Мунтар и там в уединенной молитве, в посте получил откровение, что он должен построить свою собственную лавру в Кедронском потоке, в некотором удалении, это буквально порядка 10 километров от горы Джибель-Мунтар и благодаря этому мы теперь знаем знаменитый монастырь лавру преподобного Савва Освященного, ее иерусалимским типиконом мы до сих пор руководствуемся в нашей жизни, ну правда в такой уже несколько редактированной форме его, и вот там в лавре Освященного Саввы просияло множество других великих выдающихся отцов вселенского православия, великих подвижников православной церкви, монашеского подвига в ней, преподобный Саввы еще дальше также неоднократно возвращался к своему обычаю уединенной молитвы на вершине этой горы, там сподоблялся и получал великие такие вот откровения от Бога, которые руководили им в его продолжительной святой и наполненной благодеяниями для людей жизни, но в конце концов он решил устроить там обитель, там в какой-то момент на этой горе в этой башне стало подвязаться несколько трое там монахов и еретиков, преподобный Савва обратил их в православие, устроил там новый монастырь и поставил одного из учеников бывшего воина туда в качестве игумена этой обители, так что это был еще один монастырь, который вошел в орбиту Лавры Савва Священного, там было несколько десятков монастырей и келей, которые были также связаны с этим величайшим и знаменитым монастырем всего православного востока, единственным наверное монастырем, который практически никогда не закрывался за всю свою историю и почти вот можно сказать без перерывов существует того времени, когда преподобный Савва его основал в пятом веке и вплоть до нашего времени до сих пор в нем подвязаются иноки, монахи, в том числе есть и выходцы из России приносят там за нас с вами молитву на Святой Земле в этом строгом и прекрасном по своему духовному облику и устроению монастыре. Но что касается горы Джибель-Аль-Мунтар, то после того, как эти земли были захвачены арабами, сарацинами, монашеская жизнь там прекратилась, монастырь был разрушен и сейчас если кому-то удастся попасть в эту такую уединенную труднодоступную довольно гору, куда не ведет практически никаких проезжих дорог, то он обнаружит лишь такие следы фундаментов византийских построек, небольшие фрагменты византийских мозаик и в общем полное отсутствие какой-то жизни. Туда приезжают еврейские паломники, иногда на вершину так горы, которым рассказывают историю о козле отпущения, о том, что это именно то самое место, как считают евреи, куда упал сатана, и поэтому вот вся кругом окрестность изрыта такими какими-то воронками, напоминающими следы как бы от разрывов, вот говорят еврейские экскурсоводы, это вот сюда попадали дьяволы и, так сказать, образовали такие воронки, когда вместе со своим вождем сатаной падали с неба. Изредка туда приходят и добираются и православные паломники, но в остальном это уединенное место сейчас является пристанищем только окрестных бедуинов, которые рядом с этой горой пасут свой скот и разбивают свои деревни и свои шатры и место это продолжает быть уединенным, пустынным, храня на своей вершине воспоминания и о тех днях, когда сюда приходили одетые в свои лучшие одежды представители Иерусалимской аристократии для того, чтобы проводить на эту вершину козла отпущения и те времена, когда здесь подвязались преподобные величайшие монахи времен расцвета палестинского монашества, столь до сих пор продолжающего обогащать нашу с вами церковную жизнь, церковную историю своими богомудрыми трудами, установлениями, своими житиями, которые всем полезно на самом деле знать, читать и перечитывать, ну, а также может быть полезно и иметь представление о том, откуда берут начало те выражения, которые мы с вами используем, зачастую совершенно не задумываясь об их изначальном смысле, о том, где они родились, какую имеют связь со Священным Писанием и с древней церковной историей. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Внеси и в